Привет, дорогие друзья! Фиггинг на связи, канал Фигакс, и сегодня мы продолжим играть в игрушку BattleTech с модом Rogue Tech с DLC Urban Warfare. Всё ещё закрытая альфа, всё ещё на данный момент, именно на момент выхода этого видео. Данный мод недоступен для скачивания. Но ничего, зато мы можем в него поиграть, посмотреть и присмотреться, посмотреть на все эти замечательные глюки и баги. В общем, за доступ к этому моду я благодарю всю команду мододелов Rogue Tech и отдельно иного, благодаря которому, в принципе, я нахожусь там, где я нахожусь сейчас. Вот, и маленький такой спойлер, сегодня у нас будет ламповый стрим. Почему ламповый, я думаю, вы все понимаете, да, потому что вы знаете, те, кто смотрят мои стримы, знаете, какие мехи я называю лампочками. Ну и будет сегодня небольшой рассказик про систему Честертон, в которую мы ворвались в конце прошлого стрима, и в ней пока остались. Ладно, друзья, приятного просмотра. Ну что, друзья, всем привет, с вами Фиггинг, канал ФигАкс, и очередной летсплей второго сезона наших похождений в игрушки BattleTech с модом Rogue Tech. Альфа-билд, пока еще недоступный для публичного скачивания, имеющий достаточно большое количество глюков и много всякой интересной фигни, например, ту, которую мы видели в прошлой серии. И, собственно говоря, один из мододелов, Денадан, объяснил мне, что это был за Урби. Это был гоночный Урбик, оборудованный пиратским суперчарджером в руках неопытного пилота, который в конце концов взорвался. Блин, ну это было прикольно. Вообще, вчерашнее видео было прикольным, по крайней мере, для меня, по крайней мере, играть. Ну, в общем, получился полный трешак. Ладно, что вчерашнее видео? Давайте говорить уже, да, давайте мыслить уже новыми категориями и сегодняшним днем. А сейчас наша тусовка приближается к планете Честер. Наконец-то, в общем-то, мы нашли планету с достаточно богатой историей. Не такой богатой, как у Тиконова. Тиконова, естественно, о которой я вам не рассказал. Но, тем не менее, здесь тоже есть о чем поговорить, потому что колония на Честертоне была основана, пожалуй, наверное, самым известным естествоиспытателем из Уэльса. Яном Тристрамом Честертоном, который по совместительству был еще и предпринимателем, а также владельцем достаточно большого торгового флота. Вот, и вот эту вот системку, которую он колонизировал, он назвал скромненько в честь себя любимого. Так что товарищ еще был прошарен в бизнесе, понимал, как его делать и основал свою колонию в системе, которая находилась рядом с несколькими уже развивающимися колониями и обладала огромными запасами питьевой воды. 75% поверхности планеты покрыты водой, вся она пригодна практически для употребления после опреснения. Вот, поэтому сей факт позволил, вот сей факт и тот факт, что рядом была куча колонизируемых систем, позволило Честертону стать естественным местным торговым хабом. И в 2193 году система Честертон стала столичной системой свежеобразованной Честерстонской торговой лиги, союзом двух колоний, собственно, самого Честертона и Деметра, к которым вскоре начали присоединяться и близлежащие системы. Вот, самое забавное, что когда земной альянс устроил великую перепись населенных миров, выяснилось, что ребята из Честерстонской торговой лиги внезапно вообще перестали считать себя чем-либо вообще обязанным этому земному альянсу. Вот, торговая лига, соответственно, которая потом стала называться торговой федерацией, в 2243 году присоединилась к союзу Тиконова и стала одной из трех провинций этого достаточно известного образования. Честертон при этом оставался столицей одноименной провинции и, что самое смешное, Честерстонская торговая федерация уже без Честертона и его ближайших планет составе просуществовала еще достаточно долго и даже успела повоевать с федерацией солнц. Правда, с весьма предсказуемыми последствиями. Ладно, вернемся к самому системе. В 2357 году планета Честертон и ее окрестности были поглощены государством под названием Превосходство Сарны. Но уже через несколько месяцев большой контингент федерации, фу, простите, федеративных миротворческих войск, которые, как вы поняли, принадлежали федеративному содружеству, этот контингент отжал у Сарны планету Бэлф, которая раньше входила в торговую лигу. А премьер-министр федерации, на тот момент это был Рейнард Дэйон, потребовал, чтобы Превосходство отдало еще системы Честердон и Хайспойер. В общем-то, не очень-то превосходное Превосходство не могло не согласиться с таким предложением, и Честертон стал частью федерации солнц. Причем очень и очень надолго. При этом капелланцы предпринимали огромное количество попыток отвоевать эту систему, но получилось у них это лишь дважды. И то очень ненадолго. В 2760 году и ажно в 3144, то есть уже в темные века. Вот. Ну, еще капелланцам почти удалось захватить систему во время джихада, но что-то пошло не так, и где-то через месяц они были вынуждены свалить. Собственно, в этой системе вполне такой полотненькой истории. Мы попробуем сегодня затащить один или два контракта, прибарахлиться и подзаработать. Но сначала немного шопинга посмотрим. Может быть, здесь есть что-нибудь, что я хочу купить. Но, если честно, я хочу купить кусок бушвакера. Денег, правда, у меня на это нет. Нужно еще аргу апгрейдить, давно это не сделал. Что у нас здесь есть еще интересного в магазине? Давайте смотреть. Длинная пиписька, увеличенная пиписька, да. Куда ее только ставить, пока не понимаю. Тяжелая пиписька, средний лазер, легкий пулемет. Может быть, из оборудования. Опять же, что я из оборудования могу прикупить на свое бабло. FCS Artemis 2, которыми тут посоветовали поставить на моего вот этого замечательного дженера по прозвищу Oxid. Нет, не катит, потому что там примерно на 10% увеличится количество ракет, которые попадают. А в, соответственно, описанию той системы управления огнем, которая сейчас стоит на Oxid, повреждения каждой ракеты увеличиваются на 25%. Так, патроны, патроны, патроны для АТМа, импруфт АТМа, для пулемета, ультра автопушек. Не очень интересует. Ладно. Зайдем в Мехбэй, но в Мехбэй мы, по-моему, там видели все. Фаерстартер у нас через три дня должен быть готов. Да, на него ставится пятый огнемет. Так, еще один интересный момент. Вот сейчас мы залезем в Customize Company, и я скажу, если я все сделал правильно, я скажу огромное спасибо одному человеку, про которого уже много-много на нашем канале раз говорил, и буду продолжать говорить еще раз. Вот! Вот, вот, вот. Вот эту вот эмблемку, видите? Это эмблемка подразделения под названием First Federated Sons Armored Cavalry, то есть бронированная, первый батальон бронированной кавалерии, или бронекавалерии, кавалерии Федерации Солнца. Это то подразделение, которое я буду, скорее всего, пытаться косплеить после того, как произойдет ресет-карты. Вот эту эмблемку я сейчас сразу себе выберу. Вот эту эмблемку сделал специально товарищ Инова, за что выражаю огромнейшую благодарность, потому что она получилась клевая, то есть нашел эмблемку в совершенно дурацком качестве, в кривом разрешении, перерисовал, облагородил, сделал ее очень красивой, и, в общем, сейчас я себе поставлю, а подразделение у нас будет переименовано уже, соответственно, после того, как мы заключим союз с Федерацией Солнц, и, соответственно, тогда же я расскажу его историю. Вон, полистаем немножечко. Денечки. Раз, два, три. Все, все работы закончены, пятый огнемет у нас поставлен. Ох, как я хочу двойной хитсинкасский кит на фаерстарт. Ох, как я хочу этого. Ладно. Окей. Окей, 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 окей. Пойдемте смотреть контракт. Сразу есть телохранители. Защита базы на одну звезду. Это интересно. На полторы звезды есть тест-драйв. Покатать капиланский катафракт против кого? Против Девианов не годится. И Contested Will захват базы в городе. Нет, я не готов на это пойти. На полторы звезды. Ладно, генернем второй раз контракты. Посмотрим, может быть, здесь что-нибудь более интересное, да? Так, на ползвездочки неинтересно. На полторы Ассасинейт Инсеррекшн Интерцепшн Это, видимо, будет второй контракт, который мы будем делать на этой планете. Может быть, успеем сделать его сегодня, но сначала давайте будем защищать базу. Против кого? Против пиратов. Это вообще прикольно. Поэтому мы сейчас опять полезем в Кусальвак и попытаемся налутать прикольных штучек. А что не так с фаерстартером? Покажите, пожалуйста. Не нравится мне, когда подвисает игрушка при переходе в Мэйк Бэй. А что не так-то? Не хватает патронов. Для чего не хватает патронов? Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Патронов к флеймеру у меня нет. То есть сейчас вот этот флеймер можно снять и поставить два хатинка в одинарных не по идее да, у меня есть 12 штук. Ну, сколько это будет по времени? 0 дней снять и 2 дня наверное поставить. На, поставить мы можем только один пицц. Ну, ладно. Хоть чуть-чуть получше будет. Обидно. Обидно. 3 дня и 4 М700. Ну что ж, подождем. Блин, ну как так-то? Какой же я невнимательный, мама. 5 дней. Ну, потратим денег. Нормас. Переставим все сюда. Пусть у нас вот так вот все будет размазано. Хорошо. 7 с половиной тысяч, но еще месячные косты. Мы заплатим, как бы странно это не звучало. 360 тысяч. Пойдем, что мы еще продаем лишний из МехБ и тогда будем заряжаться на миссию. И заодно может поставим какой-нибудь обряд сделать. где у нас сторож? Я хочу легкие мехи. Что у нас тут? Урбан мех к черту. Команда к черту. Еще один урбан мех к черту. Дженнер пока не хочу. Пентер не хочу. Рэйвен не хочу. С медиумами. Вот с Firestarter Омни мех у меня лежит. Один кусочек бы ему где-нибудь достать. еще будет все неплохо. Также у нас есть Viper, Fulverine и требушет. В принципе очень неплохие мехи, но в общем может быть сейчас мы еще что-нибудь интересное встретим. Контракты. Контракты. Покажите мне контракты. Тек. Телохранители. Выбираем полностью сальваж. И повоюем в городе. Так все у нас расселись по машинкам. Ребят, я очень невнимательный. Все просто потому, что надо спать. У меня внезапно закончился отпуск и началась работа. Поэтому теперь я после работы пишу видео иногда я могу делать очень странные вещи. Очень странные вещи. Все, вот теперь точно выставим. Мед борьбы готовы для комбат Ну, наконец-то мы загрузились. Поехали высаживаемся. Там уже разберемся, что будет. команды интерфейс initiated. Так, ну что, нам надо защищать базу и охранять ВИПа. Так, пиратские юниты. Мы видим черные столбы дыма. Нормально. Так, ну что, защищайте базу. Не дайте уничтожить здания и все хорошо. Так, ну вот, наши работодатели нас обеспечивают дополнительной поддержкой по Индефенс турельки. Тиму в Девион Инженерс находится хрен знает где и должны доехать до генераторов. Подстава! Они не доедут скорее всего такими темпами, но посмотрим все-таки броневики бегают быстро. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Так, вот противники, вот пираты. Как минимум два юнита у них на дровах. Наши броневики правда тоже на дровах. Ладно. Начинаем выбегать. и выдвигаться к тому месту, где мы схватимся с первыми, с первой тусовкой вот этих вот гадких и мерзких ребят. Главное, чтобы они не расшатали наши броневички до тех пор, пока я до него верусь. Как же вот эти лаги подбешивают. Но от этого никуда не деться. Так, нам еще надо картинку сегодня сделать красивую, потому что по традиции в этом сезоне я решил делать картинки. М-м-м. Прямо из игры. Но мне очень не нравится. Мне дико не нравится это провисание фпс. Прямо оно начинает висеть. Так. Ладно, первое подзадание выполнено. Давайте заканчивать первое. то, что Дженнер сзади это даже неплохо. Потому что ну... О, здрасте. Кто ты? А ты тоже мега-броневик, да? Файн. Ой, не против. так. цикада кого-то насканил. Давайте посмотрим кого. Урбан мех. Отлично. И кто это? Искорпион. Пока три боевых единицы, но этого нам хватит. Ага, с броникой у них все не очень хорошо. Делаем аж пострайк. Надеемся, что хоть раз попадем. И действительно, хоть раз попали. мы нанесли целых двадцать пять домашки. Так, и наши броневички, наши броневички очень быстро едут и сейчас будут стрелять ракетами. Великолепно. И вот эта надпись Load of Explosives Explosion кажется намекала на то, что я только что отскочил, а на следующий ход эта дрянь могла врезаться в мой мех и сам уничтожиться. Возможно, это был чертов камикадзе, не знаю, там шахид или еще кто-нибудь. Спасибо большое, союзники. Как здорово, что вы есть. Ну что, Пурбан меху постреляли, не попали нифига, но это и не важно. Забегаем сюда клинтом, прячемся за здание и готовимся делать маленькую пакость. и туда же забежим нашим фаерстартером. Никого нового не насканили, то есть... Возможно, у авангарда пиратов как раз до 3 боевых единицы здесь. Так, стартежка, поехал, приехал. Сейчас будет стрелять? Нет, не буду стрелять. Спасибо, что не стрелял. И урбан мешка. Стрелять будешь? Будет. А почему по оксиду-то сразу? Ух ты, урбан мех с рокетланчерами, судя по всему, потому что там много всего повлетало. Ладно. Окей. Первым у нас ходит пассфайндер. Нет, братуха, в резерв. В ре-зерв. Дальше у нас идут союзнички и будут сейчас только не стреляй! Кажется, повезло. Урбан мех, прости, ты будешь первым. Ну, просто по тебе попасть проще. Да, попали уже в структуре и накритовали там просто ничего. Прячемся аккуратненько. Освобождаем пространство для оксида, которое сейчас по идее должно стреляться и свалить. ага турельки заработали теперь будет чуть веселее и ракеты еще урбан мех в этот раз обошлось без критов но пилот немножечко занервничал который там находится в кей он из всех стволов оба да притонули мы там конечно мало чё но отступим а дальше добьем пострелял по всем ну ладно посмотрим что у нас произошло а и придвинулся поближе прям приблинулся по прибли приблизился поближе к бирклову который тебя сейчас возьмет и сломает лазер и выкручиваем гори гори моя звезда все да нормально все тогда побежали дальше обратно к базе а урбик раньше чем дженнер а это был не урбик да было что-то еще нет это был урбик который тут убежал ну лови вагонку он еще держится это прикольно он ракеты отстрелялись ничего не попало хорошо а что кстати заторили а вот вражеский друг пода пролетели 4 юниты той стороны продержаться нам надо не очень долго продержаться нам надо 7 ходов что на здесь из турелек есть я не вижу я не вижу эти турельки надо было раньше смотреть ладно там разберемся хорошо вражеский ход давайте дымцы приближайтесь к нам а урбан меха дес видимо будет куча урбиков опять это значит что мы можем полутать достаточно много интересного оружия этот турбик который бежит очень быстро очень сильно напоминает мне кое-что hunter light саппорт пакси да отстаньте вы от оксида упыри и еще что-то очень быстро реально надеюсь это не урбами попробуем забраться на здание посмотреть что там происходит никого мы вернее как ну hunter это мы увидели на стрелять мы по нему не можем ну и ладно нас создание возможно попытаются вышибить глянем сейчас подумают броневичок что ему делать и посмотрим как он поедет блин освещение мне очень не нравится на этой карте шатается но не сдается я разметили его из оксида интересно интересно нет нравится зайдем в спину этому урбику посмотрим что это за урбик это rcr да это тот же самый урбик который был в прошлый раз получай альфа страйк но у тебя в структуре крыта нули движок крыта нули ножку но теперь он будет бегать не так быстро так пас файнер давай добираю эту штуку и поехали домой да хорош 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 все 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 не жалят так но второй бой подряд выпадают эти гоночные урбики прикольно не отправился правда мы сейчас по обрываем всем оборудование по полной ничего не захватило ох хорошо но без критов да бирклу отличный шанс попадания огнеметными пулинотами греца мы практически не будем прогреем этого парня сейчас по полной ну и заберемся ему во внутреннюю структуру просто прогрели хорошо пушечки отстрелялись по hunter light саппорту все немножечко криво и ракетки еще полетели в гоночного урбан меха так блин ну как эти лаги как эти лаги бесят и с расцветкой бесит и вообще сегодня какой-то бешеный как не в себя так а где еще один юнит на дровах а вот они все они все здесь да ротонда смешно смешное название во вот так вот сбросимся не отстреляемся привет хан есть попадание два хэдсинка уничтожили но при этом прогрелись очень хорошо ох союзнички помогайте выручайте разбирайте этого урбика очень точная стрельба но мимо очень точная стрельба но мимо ботинок в этот раз без дедфайра огонь ну кажется все не не все посмотрите Ну, Маск сломал, теперь он так быстро бегать не будет Ну, с кем не бывает, окей Пойдем, Асси Вот же ж Вот же ж подстава-то Ладно Кто здесь, признавайся Ёппрст, их здесь двое Урбан Мех 2С, Клановский и РЦР Снова этот рейсер 34, 28, 34, поехали А Клановский Урбик, я тебя боюсь Очень сильно Поэтому на Даже не в структуре, зато окрестное здание Немножечко проредил И вот сейчас Аксиду я не завидую, если честно Ну, вот теперь да, я завидую сам себе Что же делать? Мне кажется, знаю, что стрелять и отступать Умри Пожалуйста Не, не хочет, он просто перегрелся и все Так, спину я к нему, конечно же, поворачиваться не буду и отойду ФПС вообще никак А вот эта рукопашка в Аксиду сейчас Ой, не в Аксиду, а в... ну вы поняли Молодец, попал Еще из пулеметов добавил Демоджи вылетающего мы не видели Камера взяла... Обал... Я же уничтожил суперчарджер Почему он, он? Многого я еще не понимаю в этой игре, ребят Многого Файн Какое-то бешеное количество хочу я вам сказать Просто бешеное количество Так, снова вражеский ход Кто еще будет ходить, а? Так Прекрасно, постреляли по цикаде Кус, мы состреляли по противнику Попали по цикаде Цикада, вали-ка ты, откуда, к черту? Остальных мы потом добьем, но сейчас сделаем альфа-страйк по ратунде Ну, хорошо Сломалось Так, стреляем по бегуну в структуре Критов должно быть, потому что... Что, ногу оторвало? Да Ну, полежи Отдохни Че тебе там делать? Да, ножку оторвало Братюня И валим оттуда Валим, валим, валим Повернемся, чтобы нам никто не напихал спину Потому что Urban Mech 2C Хотя, если он не в спину, если он просто попадет По дженеру Там уже все будет очень хреново Потому что, ну, с лудомашки влетит два раза по сто И будет привет Но он куда-то не туда прыгает Искусственный идиот Очень хреново Очень хреново Отрабатывает по Сложному рельефу И мы будем этим пользоваться Так, пасем противника И просто студимся Так, по бегунку будут накидывать Даже два попадания И здесь хитов целых Да, дошло Вау, файн Так Пока мы не потерялись В происходящем Давайте-ка мы забежим куда-нибудь Вот так, да? И как-нибудь вот так встанем В общем, вдруг из этого Почень получится, да? О, еще кто-то наосканился Кто-то Еще один урбан мех Да скук уже Очень много ракет Пошло в сторону нашего броневика Попало Вы сами видели Сколько Ну, это-то, наверное, и неплохо Еще один урбан мех 60С Да Феноменальная точность Стрельбы турелей По лежачим целям РЦР-30 Поковылял в атаку Возможно, на суперчарджере Опять же М-м-м 18 китов Да Сам ликвидировался Нет, еще не до конца Он просто упал Стрельбы турелей Лайп Бежу Все Уничтожил культиватор А он его вместо спулера У него стоит Да, чтобы Чтобы не взлетал Чтобы обеспечивать Достаточное количество Прижимной силы Когда эта дреаль Летит на суперчарджере Вперед в атаку Угу, четыре хита. Клановскому Урбику страдай, падла. Так, ботиноч. Я потерял броневик. Я прям совсем его не вижу. Где броневик? Оу, шит. Так, ну это Урбан Мех. Это хорошо. Это Альфа-Страйк. Это плохо. Клинт сейчас будет немножечко наджибаться. Попробуем. 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 По две четвертых, двадцатых автопушки. Лазеры не включаем. Огонь. Очень прикольно получилось. Мы просто сломали здание каким-то макаром. И немножечко уронили этот Урбан Мех, уничтожив его много всего. Правую ногу. И чувство собственного достоинства пилота этого меха. Так, сюда мы цикадой не забежим. А куда мы можем цикадой забежать? При условии, что у нее все очень неплохо еще с броней. Ну, кроме как в ручке, да. Мы можем, наверное, зайти как-нибудь вот так. И попробовать популять с вероятностью 30. А если мы подойдем поближе, то с вероятностью 43. Да, подойдем поближе. Правую ручку спрячем. Сделаем бубух по лайт-саппорт-танку. Без одного лазера. Бубух? Да, бубух. Что-то там повзрывалось где-то. Союзнички, противнички. 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 Я сказал, противнички. Ага. Вот, пожалуйста. Клин страдает. Пополни. Клинту надо сваливать оттуда. Ну, кажется, сейчас будет... Нет. Не стал стрелять. За что ему спасибо. Это пошел полдшот по руке. Дикأффективный. Пока, в общем, союзные ту... МАТЬ! пока союзные турели носят повреждений гораздо больше нам чем противник но так бывает вот встает вот этот вот 20 пушечный который только что свалился до создания будет мстить нет будет прыгать мама он будет стрелять перегреваться конечно же он не будет ладно ладно что получится получится огонь все обе ноги оторвало есть контакт ну все срослось как говорится да прям вот все взялось и срослось и за здание glen 3 главным 3 главным теграем 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 сушки мне нравятся мехов сбрасывать созданий это прикольно клиенты сейчас нужно уводить заводить цикаду на клинт реально нужно куда-нибудь уводить так urban меху попали он потерял и выездив это значит сейчас по нему будет охренительный шанс попасть не firestarter мы сейчас отсюда увидел в кусты немножко подстынем забросимся до обретем как это был уверенность в себе нет сначала ботинок сначала ботинок ботинок сразу как-нибудь наверно вот так просто убежать наша задача просто убежать сейчас прогреемся наверное да нет плюс 4 hit там химический огонь видимо на вот вот мы не стреляем так а вот теперь цикада да мы бежим чтобы максимальное уклонение получить час не по перегревшемуся урбарю в спину очень хорошо сейчас задануть такой вероятностью у нас там мы с такой вероятностью нет торс моему него не будем пытаться вот так вот лбанем сломали огнемет плюс плюс от плохо я бы вы себе бы взял что-то нас по ходам три хода еще осталось продержаться долго очень долго вот он hunter light support поехал стрелять не будет сейчас ну чё у нас в ps в управляется нет не управляются от урелька смогла и даже кританула хантера это радует так вот ждем r71 ну хоть не в спину но тепла и так хватило спасибо у еще есть попадание из турели начинают потихонечку реабилитироваться но это так пока капель капелюшечка в море не вижу противник встану в резерв не братуха там ты меня не должен выйти достать она будет жарко нет мы даже не будем перегреваться хорошо сейчас мы сразу же остынем разбираться будем уже чуть позже ну что привет неудачник один лазер отключаем и разбираем о чем окей уничтожили флеймер плюс плюс уронили может быть пилот хотя бы что-нибудь сделать сейчас осень ну да пилот отключился блин дай бог что там огнеметы какие-нибудь остались хорошие fire стартер fire стартер может выбежать но не будет этого делать в резерв пассфайнер в резерв вот ты пришел ко мне заработал point defense позбивал 11 15 ракет это неплохо вот теперь пас файндер так еще один орбик мы никак не станем 66 процентов в барти ну хорошо погнали плечо причем не то плечо где у него установлена пушка но мне нравится всего разбираться от страны и прст кажется отшкачили у нас верховая чем это у нас к ним чем сейчас нет а если туда мать что делать что делать если это напали ну я его скорее всего сломаю нет сюда здесь здесь больше шансов попасть и пушка там гораздо страшнее на мой взгляд так реинфорс для кулом light support танку кажется разорвало все что можно кроме самого танка майс обожаю такие фишечки убежала на сплинт сейчас просто добежать дорвать вот тогда не понял два разами написали что он промахнулся но видимо со стыда окей теперь цикаду нужно успеть до 1 раунд остался это последний раунд ребята надо завалить хотя бы 1 цикада уже ничего не сможет сделать сожалению зато смогут другие хорошо но все надежда на этого маленького паренька сейчас ракетами он подолбается в центр торса кажется нет кажется не получилось но аккуратненько тоже берем и отходит броневик давай давай его главное не меня в голову попал там остался один пилоту ну что мы будем делать мы будем добирать центр торса что мы можем сейчас делать нормас сейчас после прохода у нас будет шанс отключиться будем надеяться что то не произойдет боеприпас точно не рванут ну и мех не отключился прошу пошел пошел куда идешь то союзники добейте эту штуку тоже мне не добьют не добьют не смогу все да плюс 40 процентов к оплате поэтому мы получаем 186 тысяч а не те копеечки давайте посмотрим что нам удалось налутать сейчас вот к счастью в структуру нам никто не прорвался хотя все возможности были у противника но он их как в общем не особо стремился реализовывать так кучу рубан мехов вот это вот нафиг вот вот что мне нужно огнеметы плюс-плюс в количестве брать не брать она стоит денег я это за сто тридцать чем-то тысяч смогу продать так эндосталь у меня по моему всех есть но пригодится сто сто семьдесят пятый движок в топку легкий движ энханст имаджинг клановский берем куча хэдсинков а мне нужен хэдсинк дабл кит маск сенсор рекон клановский интересные боеприпасы не не здесь никаких интересных боеприпасов можно взять 5 пулеметов а почему вы рей пулеметов весят больше чем базис несмотря на то что дожди 4 на 64 а здесь сколько четыре здесь 16 пулеметов что ли на хэвера если поставить это будет три тонны блин классно я хочу эту штуку но возможно не сейчас нелегкий выбор чего взять может правда взять машин ганрой алиса спишь из карга и получить немножко денег я не знаю бронебойная и хэксплозив пулька для пулеметов вот хрень стоит дешевле поэтому давайте сейчас возьму бомбочку и дальше что придет потому что придет очень много кусков урбан да здесь без вариантов мультимод 5 но я не вижу смысла в мультимодах если честно они весят очень много требуется как минимум две тонны под боеприпасы по них занимал под них занимает но и эффективность такая получается вот кучу всего мы можем по продавать еще легкий двигатель у нас есть 25 процентов минус веса двигателя посмотрим может быть удастся удастся сейчас его в прячет 8 дней 17000 вполне себе неплохо так посмотрим что у нас тут поставим самый долго играющий мех но 5 с ним и здесь будем и оптимизироваться по моему ну никак нельзя окей погнали ремонтироваться рифики ца а ремонтироваться нам нужно чтобы за рифики цуна сейчас в первую очередь firestarter он у нас самый быстрый будет окей на отлично пойдем в миг бы может быть на него еще легкий движок поставим глянем что там у нас вообще стоит и что это нам даст и даст лет на вообще что-нибудь огнемет меня интересует меня интересуют огнемет плюс естественно погодите до движок здесь обычный и еще буду посмотреть я буду посмотреть мне это интересно так клан с кексель если я поставлю сюда клан с кексели заплаченными 420 тысяч всего можно себе позволить у нас водилось четыре с половиной тонны это значит что я сюда могу понаставить еще черта лысого на самом деле я могу что у меня два флеймер плюс плюс есть и я их сейчас обязательно сюда поставлю потому что могу это вот так мы вынесем да это мы внесем вот так и вот так у нас остается три с половиной тонны я могу накидать хитсинков куда угодно и могу накидать брони движок бы сюда поставить конечно 245 было бы гораздо веселее и хитсинки двойные но чего нет того нет ладно еще полтона брони накинем хитсинк хитсинк полтон брони рука 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 я сказал да что здесь будет полуторс полуторс нога нога хорошо пускай у нас будет пока такая комплектация а там дальше разберемся так кокпит мне нужно еще куда-то кокпит вкрячить эквиппент геннс эквипмент кабинка артемис 2 не интересен хаст имиджинг он занимает два слота поэтому суда он уже не влезет до тех пор пока я хочу иметь здесь на борту ар-12 с бигом файн годится так ничего и сюда поставить больше не хочу все стандарт все хорошо 9 дней 426 тысяч я себе это пожалуй позволю ну а с кабиной вот это бы замечательный мы разберемся на следующем стриме на сегодня пожалуй это будет уже все хватит вот этого хватит я не могу вот этого вода вот после вот нашествие лампочек короче пойду-ка я немножечко по отдыхаю и посплю все друзья до новых встреч а новая встреча у нас должна будет произойти достаточно скоро в общем-то по традиции поэтому не забывайте пожалуйста там подписываться ставить лайки общаться с нами писать комментарии и ставить дизлайки тоже если вам что-то не нравится вот если хочется общаться с нами за пределами ютуба пожалуйста есть ссылочки на нашу страничку вконтакте на наш сервер дискорд и чатик telegram и опять же есть ссылочки на очень интересные паблики которыми рулит товарищ иного который нарисовал вот этот замечательный вот это замечательный лого подразделения first federated sun's armored cavalry который я буду косплеить как только произойдет ресет собственно это паблики mechwarrior fan и rogue tech mechwarrior fan в принципе это паблик юнит а мвф mechwarrior онлайновского но там еще сидят люди которые в общем-то на много всего знают про вселенную battle tech public rogue tech это public rogue tech посвященный именно этому моду и там уже куча интересной информации есть и будет постоянной информация там добавляться причем там будут интересные сливы с дискорда разработчиков мы обещаем так что вот ладно на этом у меня все хватит сделать бла-бла и заниматься рекламой пойдем отдыхать все ребятушки до новых встреч пока пока